Гость сегодняшней программы интервью – председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству Нияз Фазылов. Родился в 1987 году в Стерлитамаке, окончил Башкирский государственный университет по специальности экономика. Трудовую деятельность начал в 2006 году в компании «Востокнефтезавод Монтаж». С 2010 по 2015 год работал в Управлении инвестиционной деятельности Министерства экономического развития Республики, где постепенно поднимался по карьерной лестнице и стал руководителем. С 2016 года работал в Корпорации развития Республики и Госкомитете по торговле. С 2018 года был заместителем министра природопользования и экологии Башкортостана. В апреле этого года возглавил Госкомитет Республики по предпринимательству. Нияз Мансурович, здравствуйте, спасибо, что пришли сегодня. Добрый день. Хотелось бы поздравить вас с новым значением, да, вот интересно узнать, какие задачи ставят перед вами на новом посту, ну и, может быть, вы сами. Спасибо большое за поздравление. В первую очередь, это систематизация процессов оказания государственной поддержки предпринимателям Республики Башкортостан. Много инфраструктуры создано за последние годы. В настоящее время ставит задачу определить в единое целое и сформировать работу по принципу единого окна. Ну вот уже полтора года прошло, как в Республике был создан, так скажем, институт бизнес-шерифов, да. Вот можно уже подвести какие-то итоги, да, может, какие-то достижения, какие задачи перед ними ставите, ставите перед ними на ближайшую перспективу? Действительно, начиная с 2019 года, в соответствии с решением главы Республики Башкортостан, ради Фария Чахабирова, в Республике Башкортостан работает институт так называемых бизнес-шерифов. Сложно говорить о том, что бизнес-шерифы состоялись как заместители глав, которые занимаются развитием предпринимательства. Задача, в первую очередь, это привлечение инвестиций в муниципалитеты. Мною проанализирована работа бизнес-шерифов за последние два года. Могу сказать, что мы сейчас переходим от количественных показателей, это количество предпринимательских часов, к качественным. В первую очередь, это объем привлеченных инвестиций и работающих предпринимателей на территории муниципального образования. Какой объем инвестиций именно бизнес-шерифами был привлечен, и сколько представителей МСП появилось за счет их трудов? До настоящего времени основным ключевым показателем развития и работы бизнес-шерифов было количество проведенных предпринимательских часов. Я могу сказать, что за 2020 год было рассмотрено более 3000 проектов на общую сумму порядка 200 миллиардов рублей. Никто никогда не оценивал качество проведенных мероприятий. В настоящий момент Министерством экономического развития и инвестиционной политики разработан так называемый стандарт деятельности муниципальных образований, в которых мы включили показатели эффективности работы бизнес-шерифов. Это объем инвестиций в основной капитал, привлеченных непосредственно за период работы, за год. Нияс Мансурович, стартовала неделя бизнеса в Башкортостане. Интересно все-таки, какие актуальные темы, проблемы хотите поднять, обсудить именно с бизнес-сообществом? И все-таки, что сейчас больше всего волнует бизнес? Ежегодно в Российской Федерации, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. В Республике Башкортостан в этом году проводится неделя предпринимательства. Работаем мы на фабрике будущего. Каждый день определен как определенное тематическое мероприятие. Понедельник проходит бизнес-завтрак со всеми представителями ассоциаций, объединений, сообществ. Вторник определен как День стартапов, когда студенты защищают свои стартапы. Третий день, среда, определен как точки роста. Это ключевое мероприятие, где мы определяем направление развития предпринимательства, инвестиций, экономики региона в целом. Четверг – это День социального предпринимательства. Планируется встреча с премьер-министром правительства Республики Башкортостаном Андреем Геннадьевичем Назаровым. И пятый день – это День работы бизнес-шерифов. Целый день будет проходить обучение, стратегическая сессия. В конце дня мы подведем итоги и определим приоритетные задачи на год. Но все-таки какие основные темы будут звучать или может быть проблематика какая-то будет подниматься? Проблематика является неизменной. К сожалению, 2020 год ознаменовался пандемией коронавируса. Многие отрасли претерпели изменения. И могу сказать о том, что о развитии говорить не приходится. К сожалению, отрицательная динамика имеет место быть. Ключевыми направлениями обсуждения являются те меры государственной поддержки, которые сохранятся в 2021 году. Я напомню, в 2020 году был как правительство Российской Федерации, так и правительственному республике Башкортостан оказан беспрецедентный набор меры государственной поддержки, а также сумма. Если говорить в цифрах, то более 2 миллиардов рублей в 2020 году помощи было оказано предпринимателям. В текущем году данная сумма государственной поддержки снизена в 3 раза. 700 миллионов рублей. При этом мы ставим задачу максимально эффективно распределять указанные денежные средства. То есть мы переходим от количества к качеству. Конечно, национальный проект поддержка малого и среднего предпринимательства ставит задачи максимальное количество занятых в малом и среднем предпринимательстве. При этом мы понимаем, что необходимо уходить от количественных показателей к качественному. То есть передавать и оказывать меры государственной поддержки с учетом того, что предприниматель будет понимать, что эти средства возвратные, что эти средства платные и что эти средства заемные. Как вы уже отметили, 2020 год был очень сложным, в том числе и для бизнеса. Число МСП сократилось на 4 тысячи до 122 тысяч. Вот все-таки с начала этого года какая динамика? Все-таки отмечаете ли вы рост или наоборот стагнация? Если на 1 января 2020 года рассчитывалось порядка 128 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, то на 1 января 2021 года эта цифра была уже 122 тысячи. Минус 6 тысяч предпринимателей Республики Башкортостан. По итогам первого квартала могу сказать, что динамика положительная. Уже 125 тысяч предпринимателей работают в Республике Башкортостан. Необходимо отметить, что действительно с 1 января 2021 года многие рынки стали открыты. Произошла трансформация в целом экономики региона. Люди ушли от, можно сказать, стандартного ритейла в цифру. То есть активно развиваются вопросы маркетплейсов, активно развиваются вопросы интернет-торговли, онлайн-торговли, онлайн-оказанию услуг, предоставлении сервисов. Буквально недавно Башстат опубликовал свежие данные по реализации платных услуг населению. И вот тут отмечено существенное снижение на 7%. В частности, в предоставлении транспортных услуг отмечено проседание на 62%. У гостиниц обороты снизились на 22,5%. Санаторно-курортных организаций на 56%. В связи со снятием этих жестких ограничений, карантинных, есть ли шанс, что самочувствие бизнеса улучшится в этом году? Какие-то прогнозы есть уже? Если взглянуть на динамику розничной оборота оптовой торговли в целом по республике Башкортостан, а также взять макро-показатель оборота организаций, можно сказать, что действительно в настоящий момент мы близки к 100%. То есть динамика имеет место быть положительной. Вы отметили в своем вопросе сегмент хорики. Это наиболее чувствительный сегмент бизнеса и предпринимателей. Это отели, рестораны, кафе и общественное питание. И, конечно, оказание транспортных услуг. В условиях пандемии все данные отрасли, они являются наиболее уязвимыми. При этом могу сказать, что они являются наиболее быстро растущими. Многие предприятия, которые оказывают досуговые мероприятия, также отели, они перестроились. Повторюсь, ушли в онлайн-формат оказания услуг. Многие предприятия общественного питания смогли сформировать правильную торгово-проводящую систему, то есть наладить доставку товаров на дом. Нам, к сожалению, может быть и к счастью, придется констатировать тот факт, что происходит адаптация рынка под современные условия. Это происходит качественная трансформация структуры в целом предпринимательства Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом. Какие сферы бизнеса еще пострадали? Вы уже сообщили об этом. Статистика наглядно показывает. Это, в первую очередь, транспортные услуги, грузоперевозки, доставка грузов. Если мы говорим про межрегиональное, а может быть про международное сообщение, конечно, это наибольший удар. Если мы говорим про внутреннее транспортирование, меньше оказалось, но при этом тоже немаловажный факт. К сожалению, пандемия вносит свои коррективы, и правительство РФ, правительство Республики Башкортостан до этого принимало два пакета меры государственной поддержки, сейчас подготовлен третий пакет меры государственной поддержки. Хотелось бы отметить, что для многих предпринимателей это является единственной возможностью хоть как-то оставаться в рынке, хоть как-то существовать. Но если брать сферу именно торговли, в 2020 год, начало 2021 года был отмечен существенный рост цен на продукты некоторые, которые даже превысили инфляцию. И вот ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал основную причину до этого роста – это жадность сетей, торговых точек мелких. Согласны ли с таким мнением? Если посмотреть ретроспективу, то такая работа правительством РФ и Федеральной антимонопольной службы проводилась в 2015-2016 году, когда оценивалась торговая наценка сетей. Если помните, был законодательно закреплен тот процент наценки, которую могут торговые сети предъявлять. Я считаю, что абсолютно обоснованные сейчас требования к федеральным торговым сетям идет действительно доминирующее положение крупных торговых сетей на рынке и с этим нельзя не согласиться. Я считаю, что поручение правительства РФ однозначно должно быть исполнено. И вот этот дисбаланс между снижением реально располагаемых денежных доходов населения и неконтролируемым ростом цен он должен быть соблюден. Также в постпандемийный период был отмечен существенный рост оптовых цен на топливо на 18,5%. И владельцы частных АЗС заявляли, что им невыгодно работать по такому прайсу, и они будут вынуждены уйти с рынка. Все-таки пошли ли они на сворачивание бизнеса или нет? Нельзя рассматривать вопросы торговли нефтепродуктами в разрезе от экспортных поставок. Я бы хотел обратить внимание на то, что есть такое понятие, как торговый баланс, когда экспорт ставится напротив импорта. В рамках ограничительных мероприятий я уверен, что экспорт сырых нефтепродуктов вырос. Цены на топливо обоснованно, наверное, скорректировались. То есть предприятия, заводы-производители данного топлива, они пошли, наверное, на рост себестоимости, либо где-то произошло снижение объема продаж и обоснованно подросла цена. Нельзя сравнивать мелких продавцов топлива и крупные сети. Крупные сети в настоящий момент больше привлекают, наверное, назовем им маркетинговыми различными прерогативами, может быть, маркетинговыми различными ухищрениями, когда вместе с топливом гражданам предоставляется полный набор услуг. Это и кофе, это и кафе, это действительно может быть и где-то организация досуга. Это целый комплекс мероприятий. И, естественно, розничная торговля, будем называть их розничные, не сетевые магазины, не сетевые АЗС, они не могут конкурировать с крупными сетями. Я еще раз говорю, происходит действительно монополизация рынка, и крупные производители дизельного топлива или бензина, они действительно поняли, что развитие собственной розничной сети тоже является одним из приоритетных направлений развития бизнеса. Если все-таки небольшие АЗС рассматривать, все-таки вы отмечаете какой-то уход с рынка или нет? Я не могу сказать про уход с рынка. В Республике Башкортостан активно сейчас развивается компания по развитию предприятий придорожного сервиса. Придорожный сервис неизменно связан не только с предоставлением услуг, но и с продажей топлива гражданам Республики Башкортостан. Вы знаете, что у нас есть поручение правительству Республики Башкортостан развить, по-моему, не меньше 500 объектов придорожного сервиса в течение нескольких лет. Я считаю, что это и является драйвером для субъектов малого и среднего предпринимательства. Особо хотел бы отметить, что в настоящий момент нами скорректирована государственная программа развития малого и среднего предпринимательства. И там особое внимание уделяется поддержке предпринимателей, которые занимаются развитием объектов придорожного сервиса. В пандемии правительство страны расширило для бизнеса доступ к финансовым ресурсам, как вы уже ранее отметили. Какие программы, льготные программы или по льготным займам пользуются наибольшей популярностью у представителей именно бизнеса в Республике? В Республике Башкортостан более 5000 предпринимателей смогли воспользоваться льготными займами на выплату заработной платы. Либо беспроцентный займ, либо займ по 2%. Еще более 1000 предпринимателей получили отсрочку по уплате налогов. Я считаю, что это наиболее существенные меры государственной поддержки. Вообще набор мер государственной поддержки, он насчитывает более 30 различных вариантов для субъектов предпринимателей. От стартапов, заканчивая компенсацией лизинговых платежей, гарантиями при кредите, микрофинансовая организация, региональные лизинговые компании. Сложно перечислить все одномоментно, поэтому в целом на сайте Государственного комитета по предпринимательству у нас есть брошюра, которую мы довели до всех бизнес-шерифов, до всех участников рынка, до всех ассоциаций. Можно ознакомиться с набором мер государственной поддержки. Ну вот также ранее недавно премьер-министр страны Михаил Мишустин пообещал списать с малого и среднего бизнеса льготные кредиты. Вот в целом по стране их было выдано по программе ФОТ 2.0 430 миллиардов рублей, ФОТ 3.0 45 миллиардов. Вот сколько льготных кредитов получили представители МСП республики и на какую сумму? Я могу сказать, что больше 10 миллиардов эта сумма оценивается. Повторюсь, более 5000 предпринимателей смогли получить льготные кредиты. Мы надеемся, что данная программа будет принята, и предприниматели смогут списать свои кредиты. Потому что в настоящий момент, еще раз говорю, это наиболее актуальная мера государственной поддержки для предпринимателей. Книг Асмансурович, спасибо большое за интервью. Ждем вас снова на телеканале РБК УФА. Я напомню, что вы смотрели проект интервью. Сегодня нашим гостем был председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству Нияс Фазылов. Оставайтесь на РБК.